В день всероссийского студенчества заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова и глава Минспорта Дмитрий Крикорьянц встретились с молодежью в пространстве 306 квадратов. Добровольцы омских вузов презентовали свои волонтерские центры. Затем общение с вице-губернатором прошло в формате вопрос-ответ. У меня такой вопрос. Многие студенты, начиная с первого курса, ищут себе работу. И находя ее, ставят работу на первое место, нежели учебу. Как вы считаете, насколько это верно? И работали ли вы в студенческое время? Работала. Мыла пол в доме учителя. Приезжая туда к 6.30 утра, было желание заработать собственные деньги, какие-то свои личные цели, нужды, чтобы родители по этому поводу не были загружены. Мне кажется, если ты настолько в приоритет выводишь ту работу, которую нашел и занимаешься в студенческие годы, то ты не закончишь обучение и не получишь диплом. Если тебе удается это замечательно совмещать, почему бы и нет? Если эта работа еще и связана с тем образованием, которое ты получаешь, и ты, по сути дела, теорию, получаемую в институте, и практику, получаемую в институте, применяешь уже на первых годах свои профессиональные деятельности, это вообще исключительный вариант. То есть к получению диплома ты уже очень многое понимаешь, что и профессии, и в том направлении деятельности, которое выбрал для себя после школы. Многие из вас работают официантами, а почему нет? Это тоже вариант умения выстраивать отношения и в коллективе, в котором работаешь, и с клиентами. Любой труд, он точно полезен. Скажите, когда вы только поступали, были на первом и на втором курсе, какие цели вы ставили перед собой? Я очень осознанно делала выбор своей будущей профессии, и за это благодарна своему школьному учителю. Это учитель французского языка, и когда класс делили на две группы, английский и французский, я, конечно, хотела пойти на английский язык, меня записали в группу французского, я приняла эту информацию в штыки, и первые уроки игнорировала, не ходила, прогуливала. Наверное, это был единственный период в моей школьной жизни, чтобы я вот так себя бессовестно вела. Но мудрость этого учителя и величайший талант педагога помогли мне влюбиться в неё и в предмет уже на первом уроке, как только она меня туда заманила. Она пригласила меня посидеть на задней партии, понаблюдать за тем, что происходит. Но и она просто волшебница на самом деле, и нас четверо поступали в педагогические именно на НИАС, на французский язык, из одной группы, из одного класса. Это величайший результат. И тогда у меня цель была одна – вернуться в школу и быть такой, как Алина Дмитриевна. Поговорили также о подготовке к сессиям, о формировании профессиональных качеств и о важности образования в целом. В общем, всём том, что касается студенчества сегодня. И вот такие приятные встречи, когда ты можешь с людьми, да, вышестоящими, поговорить на равных, узнать какие-то новые вещи для себя интересные. И, наверное, для студента это такая пора незабываемая, где ты можешь себя реализовать вот по полной, потому что всё равно говорят, что самые яркие годы – это студенческие. Когда ты полон энергии, энтузиазма реализуешь, тем более сейчас огромные свои возможности проекта, не проекта, тем более в Омской области, насколько я знаю, много ребят, кто ездит на форумы, выиграют гранты, участвуют, показывают себя на какие-то конкурсы, фестивали. Я считаю, что это здорово. Здорово, что наше студенчество развивается и даёт нам такую базу для развития в своей дальнейшей профессиональной деятельности. В конце встречи Татьяна Дернова наградила финалиста Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России-2020», а также активистов акции «Мы вместе» и «Новый год в каждый дом». Поздравляли детишек с ограниченными возможностями, что от губернатора им подарки привозили. Были очень довольны и счастливы дети. Это самое главное, что они были счастливы.